Всем привет дорогие друзья, с вами Рамзес и сегодня у нас с вами игра 7 тура Мегабольной Лиги Чемпионов между командами Legendary Stars и Albi Celeste. Это прямая игра за выход, за выход из группы, за выход в высшую сетку. Кто сегодня побеждает, тот 100% обеспечивает себе проход в высшую сетку Мегабольной Лиги Чемпионов. Не очень сегодня, явно сегодня будет огромный запал у обеих команд, то есть обеим командам явно хочется выйти в высшую сетку, но нижняя сетка, ну такое себе прям развлечение. Тем не менее, команда, которая проиграет, сегодня обеспечит себе выход в нижнюю сетку, потому что есть тут две команды в группе С, такие как New Stars и Dynamo Kiev, которые практически ни за что уже не борются. Сейчас, пока у нас перерывчик, я открываю таблицу, лайф, так скажем, лайф таблица, будем ввести такую лайф, блин, короче, сейчас я открою таблицу, пока я команды не начали. Так, Мегабол, футбольные войны, ба-ба-бам, расписание, нет, вот таблица, открываем таблицу, открываем группу С, все равно пока ничего не начали. Сейчас мы сразу откроем табличку и перемотнем на первый тайм. Все, седьмой тур, команды пока собираются, давайте листать на первый тайм. Все, команды начали. Синяя сторона, подопечные Стаса, подопечные Мистера Даза, и так, в опорной зоне Металлика в нападении Мистер Даз на пару с Синтоликой, противоположная команда Legendary Stars в опорной зоне Лерейнс в нападении Всеволод и Муха. Ну, у обеих команд уже такой привычный состав, то есть они практически все игры играют именно такими составами. И сейчас сразу же Альби Селеста забирает инициативу у Legendary Stars. И я скажу, то что если вдруг сегодня Альби Селеста оформляет нокаут, то у них есть сумасшедшие шансы, чтобы пройти высшую сетку с первого места, потому что там будет Саванап, там будет Антибас, то есть тут все прям в плей-офф настолько плотненько, настолько все жестко. Уже команда минуту играющая Муха хорошо прокидывает Синтолику, Всеволод вперед загоняет мяч, Даз только что он вытворяет, он просто не подпускает Всеволода к мячу, Даз, подъем должен быть, а для Лерейнса, Лерейнс как-то не очень уверенно играет сегодня, вот Муха с Всеволодом получше сейчас выглядит. Усиление, безусловно, для Альби Селеста переход Мистера Даза, прям он таким сразу ключевым игроком, ключевым лидером команды стал, но, безусловно, мне кажется, в... Ну нет, хотя в Аргентине там есть Аннальдинио и Вилдворен, два несменных лидера. Сейчас хорошо, ну, Legendary Stars перешли в атаку, четко, сейчас посмотрим, что они придумают, что у них получится. Лерейнс опять не точно, очень плохо играет опорник пока Legendary Stars, и опять он не может обыграть, пока не получается. У него один в один, вот сейчас неприятная скидка, опять неприятно, очень-очень хорошо сейчас прижимает Альби Селеста и Legendary Stars. Есть удары, есть моменты, есть все пока в этом матче, кроме голов. Вот тем временем уже половина прошла почти, Всеволод просто под ноль сливает борьбу сейчас Мистеру Дазу, прям он его спокойно, еще и Металлика здесь на замахах убирает, как-то очень-очень-очень играют игроки. ЛС, вот Альби Селеста, прям видно то, что, видимо, они... Ну, прям видно то, что команда готовилась, команда потела, сейчас команда делает все, выжимает максимум из себя, чтобы... Сегодня сделать победу. Кстати, если в случае ничьи, то Альби Селеста, получается, остается в зоне плей-офф. Да, то есть они, получается, остаются в зоне плей-офф с 12 очками... Нет, погоди, с СКК... С 13 очками. Антибас у нас, получается, опасно. Антибас у нас, получается, пока еще неизвестно, а вот Legendary Stars, получается, с 12 очками... По-моему, они даже остаются в нижней сетке. Но тут еще Антибаса игра против Баттерфляя, тут тоже очень важно. То есть все лидирующие команды играют друг с другом. Антибас, Баттерфляй, Савана, Пенца, ЛС, Альби Селеста сейчас пытаются, пытаются что-то придумать. Игроки Legendary Stars не особо у них получается. Как-то не задалась игра, мне кажется, Альби Селеста уже, как минимум, на один гол наиграл. Сейчас Лерейнс как-то помогает, но очень он боится. Я не знаю, почему он так отходит постоянно, но прям нельзя так в опорке играть на таком важном матче. Нужно, наоборот, помогать своим игрокам. Конечно, это чревато, но видит же он, наверное, то, что его нападающие... Просто не справляются! Сейчас Севолод бросил Синтолику, выпрыгнул, в итоге оказался в дураках. И оказалась в дураках его команда. Прямо опасно было, очень жёстко Синтолика ещё так уверенно ударил. Мне уж казалось, что, скорее всего, залетит. Вот сейчас тоже опасно. Лерейнс хорошая передача, Севолод не смог. Даже отпихнуть Даза не смог, чтобы не дать ему пробить, не дай бог. Ну, пока по нулям. 40 секунд до конца первого тайма. Больше, конечно, Альби Селеста атакует, и опаснее у них всё. Но это за счёт того, что очень хорошо Даз выигрывает борьбу у Севолода, и прям вот шансов просто не оставляет Севолоду. Не так много сегодня кликает Синтолика, сколько кликает Даз. Конечно, мне кажется, на Дазе сейчас должен играть Муха. Вот просто Муха, он человек, который умеет кликать и может это всё делать. Заброс сейчас по борту, сейчас просто-просто сразу Даз моментально бросается на Севолода, и не даёт ему ничего сделать. Севолоду, безусловно, мне кажется, стоит сесть, потому что, ну, прям как-то он совсем не вписывается в нынешние реалии. Вот сейчас последняя неплохая атака Legendary Stars, последняя и, пожалуй, единственная пока, которая вот они через скидку, через подачу такую сделали, они, в общем-то, ну, прям так себе Лес играет. Я считаю то, что Альбис Элес по первому тайму наиграл, пока уже на 1-2 гола. Давайте идти в следующий тайм. Всё. Второй тайм начинается по нулям, команды изменили стороны. Состав, кстати, вот, видимо, Севолод меня услышал, в арке заменил Севолода, сейчас Даз как некрасиво играет, и чудом сейчас, пока Даз не вырвал мяч, прям он сразу сцепился в Ле Рейнса, ещё с учёт того, что он сегодня вообще шансов не даёт ни одному из нападающих Лес, разворачивая Ле Рейнса, мне кажется, ему вообще без проблем, муха, 1-0, хорош Лес. Лес воспользовался своим эпизодом, Альбис Элес своими эпизодами не воспользовался. Ле Рейнс сразу ещё, он ещё больше бояться начал, и это ещё хуже может сказаться. Очень широко сейчас играет, хорошо было, в принципе, Синтолика так поддержал, постоял, немножечко выждал. Куда? И вот сейчас опасно! Ну, сейчас, сейчас, мне кажется, игроки Лес прям прижмутся, потому что, ну, такой вот, откровенно говоря, рандомный гол. Все вот пишут сейчас в чате, без суеты, но как тут без суеты, всё-таки Альбис Элес на голову пока выше, и прям не дают шансов они ЛС особых. Не скажу, что это прям театр одного актёра в исполнении Альбис Элеса, но... Ой-ой-ой, что за глупость сейчас делать, муха с Ле Рейнсом, вот прям они чуть ли не привезли сейчас гол. В таких матчах, где ты имеешь минимум моментов, а соперник тебя прям атакует. Ну, таких матчах чревато вот такие вот проскоки делать. Опять Ле Рейнс оставляет, муха возвращается, опять всё позиционка. Ну, не хватает опыта, мне кажется, у игроков ЛС, всё-таки они... Ну, конечно, вот по сути, с другой стороны, посмотреть, у Альбис Элеса единственный опаснейший момент сейчас был у Альбис Элеса. Единственный опытный игрок у Альбис Элеса это Мистер Дас, вот серьёзно. Вот этот человек, который, в принципе, много повидал. Конечно, он там говорил перед началом Систона то, что он там уходит, то, что он там ушёл уже почти. И вот он опять в ЛЧ играет, вот он опять все фасты играет. Такое себе, конечно, развлечение, но... Всё равно, он играет, и это один из опытнейших игроков Альбис Элеса. И, безусловно, если бы сейчас не было Даза, я думаю, тот же, там, кто там, Стасян играет, или кто, или Виксайн. Эти ребята бы совершенно так не играли. Хотя Стасян и Виксайн довольно интересные ребята. То есть, ну, безусловно, Стасян мне больше, например, нравится. Он там прям, он умеет играть на финтах, умеет поднимать. А вот Виксайн это такой чисто какой-то таран, бегает просто и бьёт всё, что движется. И соперника, всё. И РС хорошо, Борто Даз очень эпично поднимает в арки. В арки надо возвращаться. Глупости делают игроки. Ой, 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 вот сейчас очень опасно получалось. Могло залететь в ворота ЛС. Они вдвоём сейчас прессингуют Металлику. О, хорошо, сейчас Муха обкрадывает в борт. Сейчас уйдёт, естественно. Любит Синтолика уходить в борты. И вот сейчас зря, зря, зря было это всё сделано. Полторы минуты. Ну, минута сорок, в общем-то, играть. И пока очень-очень тяжело. Леджендри Старс. Прям очень опасно. Варки, варки очень нельзя, так не надо. Почему он это делает, не пойму. Сейчас, ой, Даз давит, не получилось. Ну, вот сейчас уже просто стопроцентное доминирование, владение мечом. И просто всё, что хочет, делает. Вот зачем отходить? О, боже, Даз! Какой он момент не реализовывает-то? Сумасшедший просто момент. Очень повезло Дазу. Ой, тьфу ты. Очень не повезло Дазу. Ой-ой-ой, опасно опять. Просто Даз вот, я удивляюсь. Он просто не даёт подойти никому. Он не даёт ничего сделать. Он давит, он всё. Но всё равно у него, например, не выбивает превышение кликов. Я этого не понимаю. Он просто сегодня вот никому просто шансов никаких не даёт. Он выиграет всю борьбу, весь подбор, всё. Опять подъём. Просто продавит. Атака, опять хороший подъём. Сейчас Муха повёлся, но в арке помог. Борт, надо сейчас Мухи держать! Его так передерживает опять Даз. Синтолика. Ну, Даз это такой прям выдвинутый игрок, а Синтолика с Металликой пытаются что-то придумать. Очень смешно играет Даз. Он прям как-то, ну, крайне интересно играет. Он выиграет всю борьбу, просто вот. Сегодня в чём прикол, то что вся борьба, в принципе, на... Вся борьба держится на Даде. Даже не столько Синтолика выигрывает борьбу, сколько Даз. Он просто делает всё. 1-0 после второго тайма. 1-0 после второго тайма. Я надеюсь, Севолод не выйдет сейчас на поле, потому что, ну вот, совсем сейчас не нужно Севолоду выходить. Потому что и так они борьбу по одной сливают. Сейчас Севолод здесь, это... Тем более, как я вижу, сейчас вместо Мухи он хочет выйти. И это будет вообще, мне кажется, к поражению. И всё, начинается второй, ой, третий тайм. 1-0. Вот это зря. Почему нету Мухи? Муха это один из тех людей, который должен сегодня играть хотя бы. Он хоть как-то держит борьбу. Ну, опять в привычной для себя манере выходит играть Эльбисалеста. Опять начинает... Ну, именно в этом матче. Опять Эльбисалеста давят. Опять Эльбисалеста пытается что-то придумать. Ой, как Синтолика сейчас Севолода. Ну, зачем Севолод вышел? Вот серьёзно. Он же всё сейчас проиграет. Он проиграет всю борьбу. Он проиграет всё, что можно. Ну, зачем он вышел? Ну, Муха здесь хоть как-то держал борьбу, но Севолод здесь не выдержит. Сейчас борт будет, безусловно. И опять сейчас Севолод бросается как-то на борт. Мне сейчас, вот честно, несмотря на всё уважение к Севолоду, на все его награды, но в нынешних реалиях против такого Эльбисалеста, который давит и бежит, и пытается что-то придумать за счёт Даза, индивидуального мастерства Даза, мне кажется, что вот Севолод выход, это прям самое, что не нужно было сегодня делать. В арке ещё ладно, он хоть как-то где-то да может выиграть. Вот че... Глупость. Глупость. Выход Сева. Ну ладно, будем комментировать, как комментируем. Севолод, в принципе, сам капитан, сам решает, когда ему выходить, когда ему не выходить. Психует сейчас Севолод, начинает толкать Синтолику. Кстати, когда играл против Эльбисалеста, то же самое было, очень хотелось просто Синтолику за поле выкинуть. Но он выигрывает борьбу именно в нужный момент, в нужный момент, в нужное время. В аркеум. Ну просто под ноль сливает сейчас Дазу. Так, не получается у него ничего, сейчас Дазу давить, безусловно давить. 1-1, в принципе, 1-1 устраивает всех сейчас, кроме... Ой, то есть устраивает, не устраивает никого сейчас, кроме... Погодите, кроме кого. Ну, антибаз устраивает, по сути, Саванап устраивает. То есть такая победа, такая ничья устраивает вот прямых конкурентов. Опасно. Все влачут. Ну, просто проигрывать, ну просто борьба, ну... В такой-то игре, когда тебя постоянно жмут, когда тебя постоянно давят, ты проиграешь всю борьбу и просто, ну, камон, ну как так? Зачем выходить, если ты заведомо знаешь, что ты, ну, не умеешь давиться, не умеешь кликаться? Тут Даз там муху убивал, которую муха просто... Чувак, который любит давить, умеет это делать. Он просто его выкидывал буквально за поле. Тут синтолика, который тоже не даст подойти. Странно очень все, странно. Зачем выходил Севолод? Ну ладно. Надеюсь, Севолод справится. 1-1 тем временем. Это еще не потеря ни для тех, ни для других. И те, и другие еще могут. И вот одна из немногих атак. Legendary Stars заканчивается тем, что мяч просто все вот убивает на свою сторону. И сейчас попытался Ле Рейнс. Очень неуверенно играет Ле Рейнс. Прям такая игра никак не позволит ЛС выйти в плов, мне кажется. Потому что, ну... Ну, ничья не устроит Legendary Stars. Нет, да. Ничья не устроит Legendary Stars. Им нужна только победа, чтобы выходить в плей-офф 100%. Давка. Хорошо, Ле Рейнс сейчас отыгрывает. Сейчас центр не точно. И в арке в итоге на свою сторону мяч переводит. Минута 20. Играть 1-1. Все пока, в принципе, для Альбиселеса нормально. Они, конечно, не... Ну, уже до нокаута, мне кажется, здесь вряд ли дойдет. Хотя... Хотя все может быть. Но 5 голов все-таки, мне кажется, вряд ли залетит. Поэтому я могу уже с уверенностью говорить то, что... Второе место Альбиселеса не возьмет. Но... Но... Что могу сказать? То, что... Ой-ой-ой, опасно. Вот ЛС в конце проснулся. Лишь бы... Лишь бы сейчас не сделал глупость. 2-1. 3 очка, мне кажется, почти в копилке. У Альбиселест. У меня нет слов сейчас. Зачем? Лерейнс вот доигрался просто. Ну, по делу. Вот с другой стороны по делу. По факту. Просто заслужено. Потому что Альбиселес-то просто давил. Конечно, они давили. И сейчас еще третий, может, нет. Не везет. Но сейчас не везет. 3-1. 7 секунд. Но нокаут уже точно не будет. Но... Это победа. 100-процентная просто. Все. Альбиселеста поздравляем с выходом в плей-офф. Пока непонятно с какого места. Но точно уже не выше третьего. Потому что у Саванапа 16 очков после 6 туров. У Энса 18 очков после 6 туров. А у Альбиселеста 15 очков после 7 туров. То есть у Саванапа, как минимум, еще один тур в запасе. И уже Альбиселест никак не догонит. 3-1 в конечный счет. Всем спасибо. Всем пока. С вами Рамзес был. Сейчас блокируют кого-то там. Все. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok